Пензенский край Историк, археолог, этнограф, доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, председатель региональной общественной организации краеведов Пензенской области, член Всероссийского совета Союза краеведов России, главный редактор научно-популярного журнала «Пензенское краеведение». Изначально проект был нацелен на формирование у школьников и студентов устойчивого интереса к истории родного края, города, села, школы, семьи. В ходе проведения круглого стола в ноябре 2014 года «Молодежь в краеведческом движении. Проблемы и перспективы» было выработано три направления – поисково-охранительное, исследовательское, пропагандистское. Поисково-охранительное направление – это обнаружение и дальнейшее восстановление памятников героям Великой Отечественной войны. Исследовательское направление – поиск документов в различных архивах, обработка и дальнейшая публикация на страницах журнала «Пензенское краеведение». Пропагандистское направление – это прежде всего издание журнала «Пензенское краеведение», выступление на радио, телевидении и размещение информации в сети интернет. Совершенно очевидным стало то, что тема Великой Отечественной войны заняла особое место в проекте. Как не горько об этом говорить, но не за горами то время, когда навсегда уйдут к своим, навеки оставшимся молодыми фронтовым товарищам последние ветераны. Когда не станет детей войны, помнящих голод, бессонные ночи у заводских станков, ожидание весточек от ушедших на фронт отцов и горечь похоронок. А сможем ли мы сделать так, чтобы победа в памяти и дальше оставалась настоящей, не растаяла, не истерлась, не превратилась в бутафорию? Именно поэтому сегодня важно не растрачиваться на внешнее, не утонуть в пафосе, а честно обернуться назад, подумать и попытаться осознать, отставив идеологические разногласия, услышать друг друга, а самое главное тех, для кого война не просто исторический факт, а часть собственной биографии. Именно эти принципы легли в основу всей дальнейшей работы над проектом. Необходимо отметить, что молодежное отделение активно включилось в процесс. Визуально наш первый опыт о фронтовиках и тружениках тыла Пенинской области сегодня можно увидеть в журнале «Пенинское краеведение», посвященном 70-летию Победы. Наша работа получила высокую оценку не только жителей Пенинской области, но и других регионов России. Выпустив этот журнал, мы сразу же стали готовить материалы к 75-летию Победы, учитывая все пожелания наших читателей. Благодаря кропотливому труду авторов, основная масса которых это студенты и школьники, 8 мая 2020 года состоялась онлайн-презентация нашего журнала, посвященного 75-летию Победы. Следует отметить, что материалы этого выпуска активно используются учителями школ и молодыми преподавателями вузов. Например, по методическим материалам, опубликованным в нашем журнале, в школах проводятся занятия с начинающими экскурсоводами. Для сельских школ журнал, по сути, является единственным методическим пособием для экскурсоводов школьных краеведческих музеев. Остается только сожалеть, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на презентацию нашего журнала мы не смогли пригласить ветеранов войны и тружеников тыла, как это было 5 лет назад. Эпидемиологическая обстановка в стране помешала нам это сделать. Необходимо отметить, что журнал «Пенецкая краеведня» прочно вошел в социокультурное пространство региона. Впервые за время существования подобных изданий он поставил краеведческое движение в ряд важнейших и приоритетных направлений. Журнал создает почву для формирования патриотизма и любви к родной земле, расширяет знания молодого поколения о Пенецком крае, позволяет привлечь в краеведческое движение значительное количество молодежи, отвлекая ее от негативного социального влияния и сохраняя трудовые ресурсы на территории региона, а также способствует развитию регионального туризма и туристической привлекательности Пенецкой области.